С началом лета отпусков и отдыха на природе также наступает период активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний человека с тяжелыми проявлениями и в некоторых случаях с летальным исходом. Как провести отдых на природе, избежав укусов клещей, смотрите в материале моих коллег. Клещи и комары – это, пожалуй, единственное, что может омрачить отдых на свежем воздухе. С марта по октябрь месяц – период особой активности клещей. При укусе человека они переносят вирус или бактерии, в результате чего могут развиться тяжелые заболевания. Клещевой энцефалит, болезнь лайма, крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка западного нила и многие другие. Это очень тяжелые заболевания, которые заканчиваются летальным исходом. На территории нашего района и Краснодарского края из мною перечисленных заболеваний регистрируется болезнь лайма или клещевой баррелиоз, еще иначе называют его, и лихорадка западного нила. Лихорадка западного нила передается комарами, а болезнь лайма передается через укусы клещей. В этом году в нашем районе за медицинской помощью после укуса клещами уже обратилось более 50 человек. У двух из этого числа была выявлена болезнь лайма. Реальное же число людей, пострадавших от укусов клещей, значительно больше, так как многие самостоятельно извлекают их и за медицинской помощью не обращаются. Здесь бы я хотел отметить, что обращение за медицинской помощью при укусе клеща, при присасывании клеща обязательно является не только потому, что медик профессионально вытащит это, излечет этого клеща, а еще и потому, что оценит ситуацию и назначит правильно, адекватное зачастую профилактическое лечение. Основная мера профилактики – противоклещевая обработка мест отдыха населения, парков, скверов, а также пазвищ крупного и мелкого рогатого скота. В этом году обработано более 50 гектаров территории в нашем районе. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Но все предпринимаемые меры будут бесполезны, если каждый не позаботится о себе сам. Чтобы отдых на природе был безопасным, необходимо соблюдать несколько основных правил. Какие основные меры профилактики от присасывания клещей? Это, конечно же, ношение защитной одежды из прочной ткани. Если вы выехали на природу, одежда у вас должна быть не короткие шорстики и оголенные ноги, это должны быть брюки, пусть это будут легкие брюки, но это должны быть заправленные в носки брюки. Рукава тоже должны быть пережаты на запястьях какими-то резинками, веревками. То есть клещ, он сначала заползает, он под одежду заползает, потом он еще какое-то время может ползать на теле, не присасываться, вот затем он уже присасывается. Место обитания клещей – это трава и высокие кустарники. Если вы вдруг обнаружили на теле клеща, необходимо немедленно обратиться в больницу. Там его правильно извлекут и обработают место поражения. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности при отдыхе на природе. Надежда Калинина, Игорь Ванчуков, программа «События».